В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. Приступаем к нашим занятиям. Перед нами у нас имеется лист, который уже размечен. Нам сейчас требуется дополнить вассерфальц при помощи шаблона бисектрисы. Мы сейчас проведем. Это у нас полный угол. Мы сейчас оформляем вассерфальц и проводим полный угол, как показано на видео. Таким образом. Ну и проводим также бисектрису. Мы потом будем здесь формировать складку при помощи тоже шаблона бисектрисы. Устанавливаем в точку, проводим линию. Таким образом мы сформировали и раскроили. Для раскроя уже у нас готовая размеченная картина. И сейчас нам нужно будет обратить внимание на то, что нам сейчас нужно будет отогнуть вассерфальц линии гиба. Потом у нас поперечная будет вертикальная линия. Это у нас кромка будет подниматься. И нам нужно отогнуть еще кромки 50 мм, которые у нас сверху, и которые у нас снизу 45 мм. Для этого нам потребуется сегментный листогиб. Работа на сегментном листогибе. Сейчас мы подготавливаем листогиб, осмотрим его. Смотрим, как у него все кромки готовы для отгиба. И у него снята труба сверху, для того, чтобы не мешала она для отгиба высоких кромок. Вот так выглядит сегментный листогиб. Мы его используем в данный момент как просто листогиб. И так как у нас картина небольших размеров, вот так она выглядит. Мы понимаем, что мы будем отгибать, и поднимаем верхнюю часть листогиба, для того, чтобы нам просунуть картину, верхнюю балку. Вот сейчас мы прицеливаемся. Сейчас мы будем отгибать линию гиба. Прикладываем и поднимаем. Пускаем балку и поднимаем. Таким образом, слегка только наживляем. Как сказать, теперь мы отгибаем линию гиба в ассорфальца. Слегка, немного. Просто даем линию гиба. Даем линию гиба. Вот сейчас мы переворачиваем нашу картину, и теперь нам нужно сделать в длину теперь нашей линии гиба. Для этого мы вставляем картину, опускаем верхнюю балку. Прицеливаемся. И для того, чтобы вам было все понятнее, сейчас поближе поднесем камеру. Вот так вот это выглядит. То есть линия у нас должна быть четко с верхней балкой и нижней. И чуть-чуть наживляем. Сейчас мы подняли 50 мм в кромку. И готовимся сейчас поднимать балку. И следующей стороной вставляем картину в сегментный листогиб. Тоже прицеливаемся, чтобы у нас четко было по линии гиба отогнуто. Прицеливаемся, подравниваем. Сейчас покажем вам, как это выглядит. Поднесем камеру. Вот здесь у нас сторона уже 45 мм. Кромка отгибаться будет с этой стороны. Тоже слегка, не сильно отогнем эту кромку. Есть разные способы. Но у нас такой медленный, учебный. Для того, чтобы было все понятно, слегка приподнимаем, наживляем просто линию гиба. Как бы так наживляем. И вот у нас готовая уже картина с отогнутыми всеми линиями гиба, которые нам затем пригодятся. Мы можем еще отогнуть побольше уже кромку 200 мм. То есть, это кромка примыкания. Тоже сейчас прицеливаемся, чтобы совпало все в верхнюю балку. И прижимаем. Вот так это выглядит. Прицеливаемся. И теперь будем отгибать тоже не сильно. Где-то градусов 30-35. Таким образом, мы отогнули все линии гиба, которые нам необходимы на этой картине. Картину мы теперь извлекаем с сегментного листа гиба. Вот так-то она выглядит. И сейчас продолжим наши работы уже на кройльном столе. Вот так листогиб выглядит. Если посмотреть на него издалека, вблизи, очень удобный. Его можно поднимать непосредственно на крышу и там уже работать. После того, как мы зафиксировали нашу картину на кройльном столе, мы теперь приступаем к отгибке складки. Для того, чтобы нам ее грамотно отогнуть, мы используем клещи конвертные, кройльные. и вот эту линию, которая у нас нечетко получается, мы отгибаем. Неудобно работать этими крещами, потому что у них губки под 45 градусов, а нам нужно меньше. Вот как видите с правой стороны у складки у нее угол 25 миллиметров. А у нас на наших кройльных конвертных клещах 45, поэтому не подлазит. Вот как сейчас видите, не подлазит этот эти конвертные клещи губка не подлазит. Мы постепенно будем работать то, что имеем. И сейчас надо будет вот эту линию бисектриса, которая у нас линия гиба, она у нас как видите на картине немножко ушла в сторону. нам как-то надо придумать как ее подриктовать. Для этого мы используем киянку с круглым бойком. Немножечко выравниваем линию гиба. Сейчас будем дальше пытаться кромка у нас отгибается по поперечному линии гиба. Сейчас будем поднимать постепенно кромку, которая у нас внизу. Картину надо обязательно закрепить, чтобы она по столу не бегала. Зажимом с правой стороны закрепили. И сейчас будем постепенно поднимать кромку, которая у нас внизу. Кромка это 50 миллиметров. Будем это делать не спеша. Нам надо следить за линии гиба, чтобы она была четко как у нас это показано по линиям. Сейчас отгибаем уже повыше. Постепенно формируем кромку, которая у нас слева 50 миллиметров при помощи конвертных клещей подняли. Здесь у нас с правой стороны здесь появляются какие-то ненужные нам дополнительные линии, которые образуются в процессе подъема кромок. И сейчас будем немножко выравнивать, риктовать эту кромку. Ее тоже постепенно надо поднимать. Но есть разные способы. Можно было конечно эту кромку 50 миллиметров отогнуть вертикально на сегментном листогибе. Но способ который мы избрали он более такой медленный. Но зато у нас есть возможность поработать клещами конвертными клещами крольными. Но так постепенно мы подняли кромку. Видим что у нас вот эта линия у нас немножко выходит вот сколько можно вставляем сюда для того чтобы нам кромку отогнуть четко по линии. Если железо столистое то вот эту кромку которую мы отгибаем очень сложно удержать и чтобы она тем более такими конвертными плечами под 45 а не специальными асимметричными мы приступаем теперь к малой вне к большой кромке 45 миллиметров и линию гиба по линии гиба мы сейчас формируем открытую складку формируем открытую складку ну вот у нас одно отгибаем второе неправильно у нас отгибается нет не по той линии нам надо ее триктовать потому что эту нам линию гиба не нужно она у нас сложная триктовываем подриктовываем ее с помощью крещей конвертных даже можно ее потом можно так же вот на скрульный стол на столе немножко погнуть но вот сейчас у нас какое-то очертание складки прорисовываться начинает но вот эта лишняя линия гиба нам совершенно не нужна мы сейчас попробуем ее выровнять при помощи клещей конвертных поднимаем эту кромку медленно 45 миллиметров потому что железо у нас 0,50 она не столистая но довольно таки упругое и с ним работать не получится быстро постепенно степенно шаг за шагом поднимаем кромку которая у нас слева и следим вот у нас лишние вот эти все кромки которые у нас линии вернее которые нам не нужны мы их отслеживаем сейчас поднимаем кромку которая у нас справа 45 миллиметров тоже это делаем постепенно работа с конвертными крещами Ирма Штубай все-таки вот эта линия у нас линия гиба она ложная надо как-то с ней подриктовываем ее пожавниваем делаем это все медленно потому что я повторяюсь не сразу получается было бы нам проще это делать если бы у нас были асимметричные конвертные клещи поднимаем сейчас кромку 200 миллиметров то что у нас справа вот у нас постепенно формируется картина артук он у нас из двух частей поэтому мы сейчас работаем с картиной которая у нас будет справа выравниваем кромку и немножко заваливаем то что у нас радикальное примыкание будет немножко больше заваливаем для того чтобы нам это дает возможность нам сформировать складку более четко и в дальнейшем отогнуть кромку 200 миллиметров на нужный угол постепенно отгибаем внизу у нас кромка как мы помним 45 миллиметров вверху у нас 50 миллиметров руками еще можно железо не для фальцевой кровли поэтому с ним больше возни но работаем с тем что имеем еще более вообще можно кромку эти заваливать которые на примыкание 200 миллиметров чтобы они они мешают если их не отогнуть не прижать не мешают нормально отогнуть кромку которая у нас горизонтальная сейчас мы ее как раз немножко подриктовываем руками можно работать руками если позволяет железо конечно крыльщики всегда так делают вот смотрим где еще можно как-то что-то отогнуть проверяем не порвались ли у нас складки в начале складки там есть точка вот эта вот где все соединяются линии она может порваться проверяем все ли в порядке вроде бы все нормально вот у нас сформировали мы собственно говоря картину здесь у нас картина помним что у нас фартук состоит из двух частей ну вот отогнутая складка мы ее не стали заваливать но вот немножко еще требуется при помощи круглогубцев подровнять вертикальную линию гиба потому что она у нас из-за того что у нас там замята была она у нас не четкая а здесь нужно четко чтобы вертикальная линия гиба была четко отогнута делаем это так же сверху вот она теперь у нас поровнее она у нас теперь поровнее вместо круглогубцев можно использовать так называемый инструмент сапля но им более сложно работать круглогубцами я считаю проще причем круглогубцы без насечек нужно брать без насечек без насечек поэтому мне надо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok